Марина Владимировна Сидорова – педагог с многолетним стажем. 30 лет она проработала в школе номер 10, преподавала географию, а после была заместителем директора по воспитательной работе. Во дворец детского творчества на праздники, посвященные Дню Учителя, она старается приходить каждый год. Что ожидает концерта? Хорошего праздничного настроения, тёплых слов, красивых песен и встречи с друзьями. 35 лет в школе номер 17 проработала и Раиса Николаевна Васильева, 20 из них – завучем по воспитательной работе. Выйдя на пенсию, Раиса Николаевна поняла, что сидеть дома – это не её. И она отправилась покорять ветеранскую организацию педагогов города. Как рассказывает Раиса Николаевна, возглавила организацию она совершенно случайно. Попросили заменить предыдущего педагога, который был больше 80 лет, А я вышла в 57 лет, я ещё молодая была, и мне, естественно, не хватало и работы, и энергии было великое множество. И эту организацию мне пришлось возглавить. Где-то больше 400 человек в разных школах города. При входе в зал всем ветеранам педагогического труда вручали вкусные подарки, а после воспитанники Дворца детского творчества поздравили педагогов творческими номерами. И рада, что вы в добром здравии оставаетесь по-прежнему в активной физической форме. Мы за вами очень здорово наблюдаем. Кто-то занимается скандинавской ходьбой, кто-то пением в хорах, кто-то уже даже гастролирует. Это замечательно, потому что активное долголетие – это источник жизни, источник сил и вдохновения. Ну и, конечно, мы рады принимать ваши советы, напутствие. Мы рады вашим звонкам в департаментах, в школах и приходам. Будьте с нами почаще и будьте с нами подольше. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всему педагогическому составу города крепкого здоровья, оптимизма и душевного равновесия. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.